итак впервые в истории русскоязычного ютуба я хочу вам показать скелет орбитрека итак для чего мы его разрезали чтобы показать устройство орбитреков и отличие магнитного орбитрека от механического потому что их есть вообще три типа магнитный механический и электромагнитный сегодня как раз поговорим о магнитном тренажере значит что есть здесь тренажере давайте по порядку сверху вниз вот эта консоль на которой расположены рукоятки датчики пульса здесь если взяться двумя руками то монитор начинает отчитывать пульс ручка за которую удержитесь во время тренировки она фиксируется на стойке двумя болтами в этой модели двумя есть четырьмя есть одни вообще дальше идет сама консоль и она соединяется площадкой на которую установлена педаль идем по стойке вниз здесь у нас находится регулятор нагрузки единичка самая легкая восьмерка самая тяжелая эта стойка крепится вот здесь к соединению на этой модели четырьмя болтами есть модели шестью болтами есть восьми болтами сразу скажу чем больше этих болтов здесь тем надежное соединение и тем меньше здесь возникают всякие скрипы посторонние звуки которые всех обычно пугают потому что орбит рек скрипит а что делать плохая модель и так далее далее вот сам собственно маховик это стальная такая болванка которая вообще служит для того чтобы была хорошая инерция при движении то есть если его нет это как механических моделях как раз вот нет плавности хода и чем тяжелее этот маховик тем собственно выше инерция и выше плавность хода для чего это сделано разный вес маховика для того чтобы если человек там больше весом ему соответственно будет легче крутить и чтобы ему хоть какая-то там инерция добавлялась нагрузка то нужен маховик потяжелее соответственно то есть запомнили чем больше вес пользователя тем тяжелее должен быть маховик маховик приводится в действие вот как раз когда вы педали крутите вот здесь вот находится ремень вот он в общем вот он ремень вот на нем буква ремень приводит действие маховик точнее ну да он зацепляет маховик и все вместе это это вся конструкция двигается и у вас очень плавный тихий самое главное тихий ход крестовина это насаживается на вал закрыта декоративным пластиком он снимается и там внутри находятся вот такие накрест две трубы прямоугольного сечения на которые приварены вот эти вот штифты на которые уже будут одеваться педали особенность еще тренажеров таких как орбит рейки у них есть лапы вот эти которые со смещенным центром такие заглушки вы можете выставить выставить если пол неровный вы можете его чуть-чуть прокрутить и он у вас станет ровно не будет шататься передняя желаба имеют ролики это специально для того чтобы перекатывать его по квартире или по дому а не таскать его на себе потому что он довольно тяжелый почему орбитрек называется магнитный потому что на нем установлены вот здесь на скобе пластина с магнитами которые дают нагрузку они приближаются либо отдаляются от маховика и тем самым создавая магнитное поле и соответственно тяжелее либо легче маховику крутиться вот так регулируется нагрузка здесь нет трущихся деталей как колодка в механическом орбит рейке которая прижимается и за счет силы трения регулирует нагрузку здесь все происходит за счет магнитного поля поэтому орбит рейка называется магнитный и отличительная его особенность в том что он бесшумный абсолютно бесшумный какие могут быть поломки в этой модели но вернее вообще в магнитных моделях орбитреков самое распространенное это вот эти вот втулки которые находятся вот здесь они в моделях недорогого дешевого сегмента они идут пластиковые эти втулки естественно имеют износ но это как колодки на автомобиле то есть это расходный материал когда они износились появляется люфт в этих местах и тренажер начинает немного постукивать соответственно их нужно поменять в этот момент следующий расходник это ремень несмотря на то что тренажер магнитный ремень здесь все равно присутствует и этот ремень тоже имеет степень износа то есть он тоже изнашивается когда он будет изношен на более чем 50 процентов возможны проскальзывания ремня потому что дорожки износились в это сразу почувствуете как будто проскальзывание у вас это значит ремень износился его нужно заменить очень частая причина того к нам обращаются люди проблемой с орбитреком это скрипы тренажера так называемые почему тренажер лепит скрипит основная ну скажем 90 процентов возникает скрипов именно вот в этом соединении где стойка соединяется с основной рамы принцип какой вот эта труба одевается на эту трубу меньшего сечения и они зажимаются болтами соответственно когда вы занимаетесь вы потихонечку непроизвольно расшатываете тренажер и в этом месте где металл касается с металлом у вас стирается краска когда она стирается начинает металл тереться о металл и поэтому возникают скрипы ну лечится это довольно легко во первых если у вас здесь изначально стоит гровер то есть болт гровер и шайба гровер убираете отсюда все гравера убираете ставите только болт и шайбу следующее при монтаже когда вы фиксируете вы чуть-чуть там есть недопустимый люфт чуть-чуть приподнимаете стойку и затягиваете эти болты и в таком положении вы их фиксируете и еще один момент это все-таки когда у вас эти позиции вот что я перечислил это не помогает вы просто берете литол густая смазка и промазываете место соединения вот здесь где труба касается другое когда вы снимете вы увидите там износ у вас будет потертая краска то есть помазали литолом положили смазку поставили обратно все затянули в основном 90 процентов случаев это помогает основной звук идет отсюда проблемный звук и так чтобы определиться с выбором тренажера желательно иметь человека который вам подскажет он должен вам подсказать под какой под ваш вес подходит ли этот тренажер для этих целей подходит ли этот тренажер вот какие задачи вы его берете это будет просто ходьба прогулки либо это будет реабилитация либо это будет какие-то дополнительные занятия кардионагрузка сколько болтов на стойке сколько болтов на рукоятках какой диаметр вращения педалей какой вес маховика вам нужен какие габариты какой вес тренажера вообще должен быть под ваш вес ну и так далее то есть грамотная консультация и вы сможете купить надежный качественный хороший тренажер который не будет вешалкой а будет служить вам верой правды обращаясь в наш магазин мускул шоп вы гарантированно получаете консультацию одну консультацию специалиста по выбору орбитрека беговой дорожки или велотренажера неважно на ваш выбор обращаясь к нам вы сто процентов получаете гарантированное качество я уверен вы останетесь довольны